Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Который тоже находится в разряде Ролли Плей, но это другое направление. Это Арм Сталкер. Онлайн проект на базе игры Арма 3 и называется он Феникс Ролли Плей. И именно на этом проекте я остановил свое внимание в поисках, где бы мне поиграть, куда бы зайти, на что бы сделать обзор. Дело в том, что серверов Арм Сталкер не так много. Их преследуют все те же беды, какие есть и в направлении Арма Лайф. В общем-то скудность, скриптов, однообразие, плохого руководства. В общем все те же беды, что и на простых Ролли Плей проектах в направлении Лайф режима. Все то же самое. Но вот только, на мой взгляд, ко всем тем самым бедам, которые преследуют большинство проектов, здесь присовокупляется еще одна. Может быть проблема, может быть нет. На мой взгляд, это направление Арм Сталкер, оно не для всех. Оно не для каждого. Это для любителя. И вот тут главное не забывать и помнить, наверное, о том, что Арм Сталкер и оригинальная игра Сталкер, это вообще не одно и то же. Это абсолютно не одно и то же. Если в оригинальном Сталкере мы погружаемся вот в эту атмосферу, идем по сюжетной линии, выполняя побочные квесты, лутаемся, находим какое-то шматье там, ну это другая игра. Здесь же большое ударение стоит на Ролли Плей, на то, как вы будете отыгрывать и как вы будете существовать в этом вот мире. И пусть у меня небольшой опыт путешествия по проектам, направленных на выживание, Арм Сталкер, например, я вот делал недавно видео по проекту Рэд, который тоже Ролли Плей, но в милитаристическом стиле. Можете, кстати, посмотреть вот по этой вот ссылочке. Также и здесь опыта нету, но когда вы приходите на этот проект, иллюзия о том, что вы будете сейчас играть в обычного Сталкера, погрузитесь в эту атмосферу, нет, она сразу же рушится и начинается понимание того, что здесь самое главное, какое место вы выберете на этом проекте и как вы будете играть. И даже несмотря на то, что разработчики все-таки пытаются, да и не то чтобы пытаются, а действительно воссоздали атмосферу оригинального Сталкера со всеми локациями. Есть Припять, есть деревня, есть Азов, есть группировки такие же, как и в оригинальном Сталкере, Монолит, Долг. Все это есть, и научный завод, все это присутствует, но все равно вот этой иллюзии, что мы находимся в игре Сталкер, ее нету. Мы находимся на роли плей-проекте, где вся атмосфера будет зависеть от того, какую роль вы себе выберете, как будут с вами взаимодействовать другие игроки, куда вы пойдете. Выбора на самом деле много, но опять же таки, это не оригинальный Сталкер, это РП в стиле выживания, вернее в направлении Арм Сталкера. Да, сталкерская тематика, но погрузиться в вот эту атмосферу оригинального Сталкера здесь не получится. Поэтому мой вердикт таков, что здесь найдет себя игрок, который любит выживание, который любит общение, который любит роли плей. Любитель Сталкера, наверное, будет разочарован. Ну и то же самое, наверное, я бы мог сказать любителям красивой графики, красивых скриптов, анимаций. Кстати, анимации здесь есть, но об этом поговорим попозже. Архитектуры, графики, текстур. Здесь все очень и очень простенько, я бы сказал так, скудненько. Опять же таки, потому что ударение стоит на атмосферу, на то, как тут люди отыгрывают свои роли. Главное, еще раз повторюсь, здесь это роли плей. Поэтому особой графики каких-то дизайнерских изысков здесь вы не увидите. Да, есть интересные локации, красивые аномальные зоны, которые сделали дизайнеры. Надо сказать, что данная карта одна из самых популярных. Здесь на проектах Арм Сталкер тоже существуют, как и на лайв серверах, свои сборки, которые авторы дополняют, изменяют, что-то делают свое, добавляют какие-то скрипты. Но, в принципе, вот это вот одна из самых популярных карт на проектах Арм Сталкер. Особой красоты здесь вы не увидите. Каких-то взаимодействий, покупки какого-то, какой-то недвижимости или жилья, здесь все сделано по-другому. Опять же таки, вы можете обзавестись базой своим каким-то местом, схроном, домиком или еще чем-то, но все здесь происходит на уровне роли плей. По крайней мере, на проекте Феникс. Ну и, конечно же, создать или сделать стандартный обзор, который я делаю на лайв серверах, на GTA 5, на Arma 3, роли плей, лайв режим, здесь не получится. Ну, помешает много причин. Во-первых, здесь нет возможности обзавестись транспортом. Нет-нет, транспорт здесь есть, но опять на уровне роли плей. Смотря какое направление вы выберете, в какую группировку пойдете, будете ли вы заниматься крафтом или просто выживанием. Да, машину тоже можно обзавестись, но это все мы узнаем чуть позже. Поэтому мне не удастся проехаться по всей карте. Во-вторых, мне не дадут это сделать. Монстры, которых авторы здесь воссоздали, как в оригинальном сталкере. Здесь есть кровососы, кабаны, собаки-мутанты, снорки. В общем, все-все, что есть в оригинальном сталкере, все есть и здесь. И эта нечисть вам не даст просто так прогуливаться по этой карте. Естественно, естественно. Поэтому и стандартный подход к обзору на этот проект тоже не подходит. И я предлагаю вам посмотреть, как же здесь играется, как здесь живется в таком вот режиме геймплея. Ну и вот давайте посмотрим, какие люди здесь есть, какая архитектура. Ну и вообще на проект со стороны геймплея и разговора между игроками. Я же в свою очередь постараюсь показать вам как можно больше механик взаимодействия, скриптов, архитектуры, дизайна, графики. Ну, в общем, в таком вот режиме геймплея смотрите, как это устроено на проекте Phoenix RP направление выживания Arm Stalker. Так, есть у меня одно задание. Мне заказали. Идем. Здесь ушей много, я тебе по ходу дела расскажу. Надо эту, настроить кавишку. Давай 284.1. Раз, раз. В общем, задача у нас такая будет. Надо ликвидировать двух гопарей. Они здесь рядом осели. Два гопника, блин. Прессуют сталкеров новичков, блин. Нужен второй человек, чтобы, блядь, спину меня прикрыл, если что. От мутантов там, или мало ли. Их может быть больше. Есть информация, что вооружены они автоматикой. Говорил, ну моя задача прикрывать тебя, да? Да. Темнеет, блин. Это плохо. Плохо. Если все произойдет гладко, останемся где-нибудь там на ночевку. Мы чё, по зоне не пойдем. Пойдем. Это заброшенный лагерь, он слева, смотри. Угу. Тут много таких лагерей. Либо перевалочные пункты. Реших пока. Реших пока. Готово. А, смотри, как красиво. Красиво. Ручка, видишь? Зеленая. Слева. На 11. На 11. Вижу, вижу. Только ты зря в рацию говоришь, я тебя два раза слышу. А, я понял. Это аномалия какая-нибудь? Собака, собака, собака. Да, походу придется нам раньше на привал вставать. Хоть тема ту хрен дойдем. Я хвосты пока пообрезаю. Давай. Да, темно. Еще где-то. Вот она. Я попасть не могу, сука. Так, предлагаю вернуться до того лагеря. Узелка. Там заночуем. Да, давай вернемся. В темноте с ними биться тяжело. Да, меня еще тяпнули за ногу, мне болит. Надо будет уколоться. Убивайся. Все, давай здесь на пригорчике остановимся. Сейчас костер разведу. Ноль двадцать восемь у меня не сильно цепануло. Водяру лучше хряпнуть. Возьми хис. Я кинул. Закрепи на форме, чтобы не потеряться. А как его крепить на форме? Через таб. Вторая строчка. Вторая сверху. Ага. Надолго хватит его? Ахрен знает. Проверим заодно. До бандосов отсюда далеко? Бандосов? Ну, где-то полкилометра. Может, чуть побольше. Слушай, а пока сидим. Можешь мне рассказать, в принципе, я настолько зеленый, что сама концепция, задумка этих проектов, к чему она, что здесь основополагающая, что вообще важного, интересного, из-за чего ты здесь, что вообще тут творится? Вообще, так сказать, суть этого проекта, это чисто, грубо говоря, как выживание. Выживание, то есть, но в определенной среде. То есть, если экзайл, грубо говоря, знаешь, да, экзайл, вот, его можно настроить как хочешь, да, то есть, там, зомби, не зомби, вот, то здесь просто определенная, так сказать, линия, да, то есть, определенная атмосфера. Вот, люди здесь, конечно, ну, вот элементарно, да, вот, как вот мы сейчас сидим, это классно. Ну, не знаю, лично я получил это какое-то удовольствие, то есть, ночью, в лесу, вот так вот, костер, причем ты понимаешь, что это не просто лес там, где-то у тебя, блин, за домом, да? Ну, это очень опасное место. Вселенная сталкер, паш, это как культ. Классное времяпровождение, люди рпшат, люди стреляются, воюют. Вот, это нечто большее, чем обычный Altice Life. То есть, если в Altice там, в основном, идет просто накопление, да, финансов и, так сказать, вся твоя крутость зависит от того, грубо говоря, какие у тебя там машины в гараже, да, или еще что-нибудь вроде, то здесь нет. Здесь ты можешь быть кем угодно, кем угодно, как угодно, то есть, развивать своего персонажа, идти куда хочешь, как хочешь. Блин, не знаю, это сложно описать, это надо просто поиграть, втянуться в это, посмотреть. К сожалению, пока онлайн еще маленький, вот, когда чуть побольше будет, ты просто сам увидишь этот движ, да, то есть, как бы, одиночки живут сами по себе, да, то есть, ну, которые в деревне, они стараются подзаработать там, так сказать, выйти в люди, да, вот. Группировки, они преследуют какие-то свои цели, да, там, военные пытаются всех защемить, прищемить там где-то, да. Ну, вот так вот все и происходит. Ну, за основу взята Вселенная Сталкера, данный положено на механике Армид-3, да, на третьей же базе. Да, да, да. Ну, а с твоей точки зрения, самое интересное, это конфликты между группировками или, в принципе, общение между людьми, взаимоотношения между людьми? Я считаю так, то, что вообще для меня, как бы, Сталкер, это такое место, где можно собрать разношерстных людей. То есть, если человеку интересно просто пострелять, РП, что он не очень любит или не очень умеет, да, но все-таки может как-то это делать, там, на троечку, то ему нужна какая-нибудь военизированная группировка. Вот. То есть, это, например, подложим, долг, свобода, да. Они постоянно воюют между собой. То есть, это две разные идеологии. Ну, грубо говоря, как холодная война, да, Советсоюз и США. Блок НАТО. Вот примерно то же самое. Только здесь, в зоне, она проходит не холодно, а непосредственно уже с боестолкновениями. Вот. Понимаешь, то есть, зона – это то место, где каждый человек для себя что-то может найти. Если администрация правильно это может подать. Понимаешь, есть, тебе нравится устав, там, да, там, ты любишь подчиняться приказам, там, или сам отдавать тебе приказы, да. Тут военные, понимаешь, тебе понравится. То есть, военные – это какие-нибудь технологии, военная техника. Если тебе все это нравится, пожалуйста, тебе к ним. Есть, тебе нравится просто бегать. Вот, рпшить, да, там, со всеми, общение, да, вот. Это одиночки в основном. Одиночки, то есть, либо еще какие-то, то есть, группировка нейтрала. Да много, есть, рад, группировка. Если тебе нравится пошмалять, это военизированные группировки, долг со свободой. То есть, знаешь, зона может принять в себе очень многих разных людей. Ну, вот смотри, а если, например, брать те же самые, да, армовские механики, которые многие любят, да, там, покататься на машинках, полетать на вертолетах, здесь же это все-таки каким-то образом ограничено, да. То есть, простой житель, там, вот, как я, например, пришел, да, простой мужик, допустим, говорят твоими словами, одиночка, но у меня же будет ограничение, да, то есть, я не смогу выбирать особо какие-то модели моего автомобиля, скорее всего, у меня не будет никогда вертолета. Вертолета, да, вертолета не будет никогда. Единственная группировка, у которой на вертуха есть сходу, это армейцы, то, как бы, у нас, мы немного их урезали, она у них появится чуть попозже. Еще иногда, иногда, на некоторых проектах, опять же, все зависит от администрации, это ученые и наемники. Ну, наемники, понятно, это тоже практически как военизированная группировка, которая спонсируется непосредственно с запада, да, то есть, из-за бугра. То есть, им тоже, я видел на некоторых проектах, то, что им давали вертолет, это, ну, Юшка, Юэйч, либо один Игрик, либо просто один, да, то есть, первая Юшка Ирокез, так называемая, да, или Хьюи, как ее называли, вот, либо Юэйч-60. Ну, то есть, если, например, игрок, который фанатеет от полетов, от вертолетов, там, самолетов, летной техники, грубо говоря, большим, то все. Для него это один путь, это в основном только в армии. То есть, здесь это непосредственно охрана периметра, то есть, войска охраны периметра, и ему нужно найти именно только вот туда. То есть, если он хочет летать. А с машинами дела писать гораздо проще, так как зона очень большая, и да, то есть, хоть все события происходят на небольшом пятачке, то есть ты карту откроешь, да, вот, грубо говоря, от значка ученых, да, это рядом справа от RLS дуги, вот, получается, ведешь вниз, грубо говоря, до базы нейтралов, до Заполья, да, потом сворачиваешь, потом от Заполья до военных, и от военных через свалку к базе Свободы, от Свободы через Росток опять к ученым. Вот это вот основной пятак, где ходят люди. Право, лево, вперед, то есть, на север, да, то есть, там уже, как бы, люди встречаются редко. Вот в этом пятаке вполне можно бегать пешком. Но машина здесь собирается, она собирается по РП. Вот, машину ты получаешь как? То есть, ты ее получаешь ПРП, то есть, находишь какую-то груду металла, да, что раньше называлось машиной, вот, собираешь определенные, так сказать, вещи, да, там, грубо говоря, машинное масло, точнее, моторное масло, там, колеса, руль, и ПРП ее крафтишь, то есть, соответственно, администратор за этим следит, или РП куратор, он видит то, что все сделано правильно, да, то есть, ребята постарались, молодцы. И все, и, пожалуйста, у тебя машина есть. Ты даже ее, в принципе, можешь собрать сам. Но для одиночки это не очень выгодно, в том плане, то, что, во-первых, где ты ее будешь ставить? Где-то ее страна, будь ты, без замка. Да, так как скрипты в основном прописываются для группированных, ну, для группировок, то есть на двери, ну, на машины, на все такое, то есть, чтобы открывалось только определенными людьми. Вот. Поэтому, если ты задумался о машине, можно создать свою небольшую группировочку, да, предположим, охотники, да, как вариант. То есть, это обычные сталкеры-нейтралы, но те, которые в основном занимаются охотой. Найти себе какой-нибудь домик в лесу с небольшой полянкой, а строить ПРП там в гараже к себе, обосновать мастерскую, найти какую-нибудь груду металла, типа там Нивы старые, да, то есть, либо даже, может, буханочку найдете, не вопрос. Урал можно найти. То есть, вы все это собираете. Ну, припомжем, если вы нашли Ниву, да, вам нужно ее притащить ПРП как-то в гараж, да, либо разобрать ее по частям, да, и принести, вот. Ну, это все происходит, грубо говоря, предположим, вот так вот, через вот такие анимации, вот. Грубо говоря, вот, видишь, что я делал так? Двое-трое сели, покрутили, что-то поделали за вами, понаблюдали, да, увидели то, что вы и РП шите, да, то есть, и все, и все. То есть, как бы, у вас эта машина потом чудесным образом собирается уже на вашей территории, на территории вашего домика. И вы ставите, где-нибудь, ящик в этой, в гараже, да, и туда начинаете складировать все, что вы нашли. То есть, чисто для автомобиля. И все, то есть, будет чуть позже определенный список, что необходимо собрать для того или иного автомобиля. Вот. Ну и все. И вы получаете автомобиль. Понял. Еще немножко о шкурном вопросе, так называемом, да, вот, например, пришли пять человек, да, и хотят создать такой, вот, как ты сказал, например, там, группировочку охотники, егеря, там, не будем договориться до названий, там, как они себя придумывают. Будет ли это людям что-то стоить, или вот такой вот, как там, как ты сказал, маленький домик, да, там, просто чисто для гаражика, это можно сделать на уровне РП, на уровне администрации, без всяких затрат. Уровни РП ты можешь это сделать, не вопрос. По всей зоне разбросано очень много разного лута интересного, который ты находишь, вот, и несешь, так сказать, как хомячок себе в норку. Вот, откладываешь, откладываешь все это, и строишь ПРП что-то, да. Именно так. Так, а потом, грубо говоря, ну, начинаешь представляться лично, ну, другим личностям, другим людям, кто ты такой, чем ты занимаешься, и тому подобное. Вот, и вас уже знают то, что вот эта группировка охотники, да, там, грубо говоря, ну, не группировка, а группа людей, которые специализируются на охоте. То есть, грубо говоря, староста деревни, которого, к сожалению, у нас пока еще нету, да, то есть он будет сидеть в деревне, и новичкам, то есть те, которые захотят подзаработать, он будет рекомендовать им сходить к вам. Вот. Ну, и, соответственно, как ты понимаешь, есть другой вариант, да, то есть это непосредственно поддержать проект, да, то есть как бы тут все гораздо проще и быстрее происходит. Ну, сам должен понимать, вот. А как без доната на любом проекте, это, ну, это есть только админ сам, не фанатеет этой темы, и у него нету кучу бабла, которая может каждый месяц вливать в проект, как бы тут, да. Вот. Ну, да, сейчас мы стараемся, как бы, создать максимально играбельную платформу, вот. И в основном мы поощряем и помогаем в основном одиночкам, так как одиночки – это, так сказать, душа зоны, душа самого сервера, то есть на них в основном все строится. То есть все задания, да, которые ты даешь, если ты вот сам, как игрок, ты не хочешь куда-то идти и что-то делать, да, ты даешь это задание обычному новичку, ну, точнее, не новичку, а обычному сталкеру-одиночке. Ну, или компания-одиночка. То есть те, кому неинтересны группировки, вот, а интересно просто свое собственное, там, определенно линейное изучение зоны, да, то есть. Ну, вот, и именно твое мнение, вот, если разные игроки, да, ты бы посоветовал заходить на подобные проекты именно тем, кто любит РП, роли-плей проекты, или тем, кто любит обогащение. Вот, как ты думаешь, кому лучше здесь будет? Этот проект, он больше пойдет для тех, кому, ну, кому нужно именно РП. Если тебя, как бы, интересуют деньги, машины, там, и все остальное, то тебе будет не очень интересно. Это место чисто для РП, то есть для своего удовольствия. Я когда-то, когда только начинал играть в Arm Stalker, вот, я пришел как раз с ребятами, и пришли мы как раз с Салтис Лайфа. Вот, ну, мне сталкер, как бы, самому очень давно нравился, я там давно хотел попробовать, ну, и как-то мы попали на проект, и вот ребята, которые с Салтис Лайфа, им, кстати, очень зашла эта тема. Вот, понимаешь, свобода действий, иди куда хочешь, делай что хочешь, вот этот вот заработок, понимаешь? То есть ты стараешься выживать в зоне. То есть не просто так, то, что вот в деревню пришел и хорошо, нет. Ты стараешься работать, ты пытаешься куда-то двигаться, если тебе это интересно, да, там, как вот ребята, которые с нами были у костра, сейчас, да, вот они вот ушли куда-то. Они по-любому пошли что-то смотреть, что-то изучать, понимаешь, для себя. Собрали небольшую группу и выдвинулись. Это, понимаешь, это, так сказать, постоянное выживание, следить за едой, водой, за медициной. Знаешь, то есть как бы, ну, не знаю, это интересно, это очень интересно на самом деле. Просто в это нужно вникнуть. Например, то, что сталкера стараются ночью не ходить. Видишь, то есть как бы мы с тобой полночи просидели вот в лесу. Как бы это не лучшее место для того, чтобы оставаться на ночлежку. В основном люди стараются уходить на это, ну, куда-нибудь искать домик или хибару какую-нибудь, да, там, сторожку, блин, там, заброшенную. Но у нас другого выхода не было, понимаешь. Ну, не знаю, как для себя, но для меня вот лично это, это очень круто. Вот просто даже вот проебать, там, блядь, минут 30 реального времени у костра в лесу в игре, ну, это, не знаю, это прикольно, это как-то атмосферно. Вот. Ну, и сталкер, понимаешь, вот он для обычного человека, да, то есть для обычного одиночки, да, у которого нету там какой-то финансовой подушки, да, то есть если он там что-то потеряет, чтобы он заново это мог купить. То есть, понимаешь, для него зона это немного другое. То есть он зарабатывает, он изучает ее для себя, то есть проводит красивый РП и все такое. А для тех, кто стреляет, любит стрелять, они, да, они уходят как раз в группировки, там, где проеб ствола, так сказать, ну, не ударит тебе ни по карману, ни по тебе лично, то есть морально, да, то, что тебе там будет обидно, что ты там долго очень копил там, но вот этот СИ, как у меня, да, потом Херакова взял и проебал. Глупости зона, она для всех, понимаешь, для всех по-разному. Ну, что, в принципе, уже светло, можем выдвигаться. Да, думаю, да. Пописай на костер, да пойдем. Ну, так как я вообще не понимаю, где мы, я иду за тобой. Давай. Так, давай. Собака. Старайся в голову бить, максимально близко и к себе, подпускаешь и в голову. Вот так вот, отлично. Оп, она. Это кто шмалил? Очнись, очнись, очнись. Пытаюсь, пытаюсь. Надо уходить с дороги. Ложись, ложись, ложись. Ложись, уходим с дороги. Кто-то валит. Кто-то валит с кустов. Да, да, да. Это, наверное, те самые ребята, про которых ты говорил. Вполне возможно, но они не должны были так близко к нам быть. Ты как? Нормально сейчас? Хреновенько. Но сейчас не до меня. Есть какая-то? Сейчас плечусь. Давай. Бля, увидеть бы их еще. А, есть, вижу одного. Прямо за елками. У тебя есть бинокль? Нет, и меня всего колбасит. Сейчас морфином попробую. Стреляла там автоматика и что-то полуавтоматическое. Скорее всего, это была СКС-ка у него. У второго. Но их там, может быть, еще и больше. То есть, два-три человека, а их там точно. Что там сношаются, что ли? Охарина, вы знаете. Гопота местная. Пойдем. Так, бля, как же нам обойти? Ты нам к реке надо пройти. А тут, блядь, поляна, блядь. До самого завода. Ну, я тебе не помощник, я не знаю этой местности. Я новичок, блядь. И там поляна, блядь. Отходим, отходим в лес, 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 лес. Сука, скрылся, долбит. Ну, что, ты как, живой? По мне не попало. По мне тоже не попало. Блядь, смотри-ка, а. Ну, все, а теперь они нас ждать будут, блядь. Так, сейчас от кустика к кустику. Павел? Я первый, ты за мной. По-следующему. Твою мать, у нас снорк. Это опасно? Достаточно. Вот он. Готов, готов, готов. Есть нога. Вроде чисто. Так, давай мы с тобой сделаем так. Иди прямо до той стены. Я буду обходить их справа. Услышишь мою стрельбу? Выходи и стреляй сам. Пару залпов. Если кого увидишь, не увидишь, просто стреляй. Услышишь мою стрельбу. Все, давай. Одного минусанул. Двоих. Двое лежат здесь. Вон тут СКС-ка есть, можешь взять. Ходим отсюда, здесь уровень высокий. А вот и деревня. Деревня. Ну, можешь пока пойти на охоту там, я не знаю. Ну, или на деревне пока посидеть. Ну, скоро, короче, работу дам. О, нихуя, ебать. Э, в портках, мужик. Э, э. Здорово. 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 Нихуя ты одет, блядь. Значит, мужик, блядь. Меня это Вася зовут. Я торгую с мелочевками. Ну, как мелочевками. В общем, меня зовут Вася. Здорово. Здорово будь, Вася. Здорово. В общем, чё? Чё, чё-нибудь желаешь купить, прикупить, я там не знаю. Да вот ствол у меня есть, не возьмёшь? Ствол? Допустим, какие стволы? Пойдём отсюда. С глазу на глаз. На, позырь. Обменять, да? Тогда ладно, ожидай. Я до своего схурона. Меня тут себя знают, не на ебу. Я тебе принесу. А ты скажешь... Ну, я несколько образцов принесу. Ты скажешь, что тебе реально надо. Окей? Ну, и в общем-то, друзья, вот такой вот у меня получился обзор проекта Phoenix Roleplay, построенного на базе игры Arma 3 и направленного в жанр Армсталкер. Выживание. Можно было бы ещё, наверное, бесконечно долго ходить и показывать вам какие-то интересные, уникальные штуковины этого проекта, но ролик и так уже растянулся. Поэтому на этом будем заканчивать. Если кому-то понравился данный проект, кто-то хочет себя попробовать в жанре выживания, в жанре Армсталкера, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом всё. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...